Так ты сходишь за самогоном? Или ты боишься, что тебе не продадут? Я боюсь, что мне не продадут. Ну тебе же 18 лет у жена. И что? Олег, не снимай тебя. Что? Не надо меня снимать. Да я тебя не снимаю. Я не плачу. Иди сюда, тут совсем другая фигня. Наши ребята не имеют, блядь, письма отправлять. Да нахуй на меня. Я тебя сейчас научу, как отправлять обыкновенные письма в конвертах. Они никогда не видели простые конвертики такие. Да иди сюда. Потрогать здесь. Короче, и заодно девушек научим, которые никогда письма обыкновенной почтой не отправляли. Надо нам взять ручку. Садись, я тебе буду учить женщин. Я твое лицо не снимаю, дядюшка. Я не умею, у меня рука болит. Так ну смотри, а ты что писать вообще не умеешь? Да ну ты что шутишь? Рука была, дядя, я буду писать. Как? Вот видишь, вот это называется конверт. Здесь вверху адрес, ух, мокрое что-то. Адрес, ведь правника, этот кто-то отправляет. А ты здесь пишешь адрес одерживача. Это тот, кто получает. Нам нужно выслать на завод в Умань их документы. Давай. Садись, я тебе буду рассказывать. Да я не могу писать, я левша, моя рука была, я не могу. Сейчас цинтрация. А у тебя что, до сих пор травма это? Ну да. Ну Артем, давай ты отправишь тогда. Ну я сейчас понапислю. Ну такая какая разница. Вот видишь, вот это конвертик. Единственное, что я хотел конвертик с маркой, чтобы вы влезали марку первый раз в своей жизни. Ну тут видишь, уже марка проштампована, не надо ее клеить. Это типа она как бы уже... Так я думаю, всегда дома таких на петель распечатать марок. И не надо куплять. Что, на ксероксе цветном? Хуйну на петель цветном не блядь. На ксероксе дороже стоит. А так потом заклеил эту фигню и кинул в почтовый ящик. И толку стоит, а без марки если кинул? Не, она не пройдет, только марка. Марка это оплата позволяется. Вот этот конвертик сейчас стоит в Украине 10 гривен. Ого! Так отправка письма... 10 листовая 4. Ну, это дешевле, чем в новой почте. Короче, ручка интересная пишет. Смотри. Вот нам документы нужно отправить, их акт выполненных работ и накладную. Заполняется сначала адреса одерживающая. Вот это видишь, вот эти хреновины, 5 штучек. 5 штучек, это в них 5 квадратиков. В них нужно вписать этот почтовый индекс. Почтовый индекс. Бери и вписывай почтовый индекс. А какой почтовый? А вот почтовый индекс, сейчас смотрим. Вот их юридический и почтовый адрес. Почтовый индекс 2300. 20300. Вот так и вписываешь. 20... Подожди. 0... А теперь смотри. А что ты смеешься? Иди отсюда, рука у него болит. Адрес пишется в обратном порядке. Ты сначала пишешь улицу с домом, потом город, а потом пишешь, кто получатель. Раньше в советские времена было наоборот. Получатель, город и этот. Значит пишем. Сначала пиши. В улице небесной сотни 49. Вот здесь. Иди отсюда. В улице небесной... Вот небесной сотни. Сотня вообще с большой буквы, но хрен с ним, пусть будет маленькая. Запятая 49. 49. Следующее, ты пишешь город. М.Умань. А я был Умань. Умань. Потом пишешь в улице. Ой, подожди, уже в улице была. Наоборот. Умань. А потом пишешь, что получатель. А получатель... Вот получатель. А область. А, область. А Умань, это какая область? Охренеть. Черкаська. А кто тебе сказал, что это Черкаська? Да, да. А, потом область, да. Черкаська область. Видишь, как ты молодец. Черкаська область. Можно обл точку поставить. И получатель. А получатель у нас Прат-Уманьский завод Мегометр. Вот он. Прат-Уманьский завод Мегометр. А я думал, пишется Мегаометр. Мегаометр. А тут Мегометр. Ну, вот так пиши, как у них, да. Уманьский завод Мегометр. О, вот так заполняется внизу, в нижнем правом углу тот, кто получает, заполняется. Ну, это со следующей строки, да. Вот так, мои дорогие женщины, надо заполнять официально. Ну, как нафиг. А что там? Папх? Охренеть. Все, кавычки закрыли. А вот теперь вверху, відправника, так же само пишем, но тут этих квадратиков нет для индекса. Ну, вот индекс просто мы на нижней строке напишем. Тут получается відправник. Відправник мы пишем наш адрес в улице. Ну, вот наш адрес. Айти в наш адрес. Ладно, сейчас. Ну, я же не буду им рассказывать наш адрес. Потом вернемся. Вот заполнили и сверху. Тоже в таком же самом обратном порядке. Сначала пишем улицу, потом город, потом предприятие и индекс почтовый. Ну, снимем так снимем. А, и теперь самое интересное. Нужно положить вот эту фигню в конвертик и заклеить его. Не надо печать туда ставить. Так, вот документы, ложи туда их. Ой, а как я хмещу такой маленький конверт? А слаживать документы в два раза надо. Стороной внутрь. Да? А, ну, я не знаю, стороной внутрь или внаружу. И вот так теперь всовывается вот эта фигня в почтовый конверт. Ну, есть конверты, кстати, и большего размера. Должно влезть, да. Засовываешь туда. Еще денежку обычно засовывают. Благодарность. Какую денежку? Это мы им заплатили. Тут откатов никаких нет. И все. А теперь облизываем. Да, тут нет такой, бывает, знаешь, такая наклейка. Тут есть наклейка. А теперь эпическая. Как наклейка? Нет, тут бывает, срываешь вот так, а потом облизываешь. А не видишь, сразу сделали. Ну, теперь облизываем и заклеиваем. А, так ты раньше облизывал мне. Или лизал. Ах, хрена. Увага. Правильно написание. Просто на месте принадлежу меня воно на дождь. Тираж 700 тысяч примирників. Ах, хрена. Ах, хрена. Так не, подожди, а что ж ты проверил? Хорошо ты за... Да. И потом дальше надо просто пойти в эту фигню, зайти в любую корпус, что там такие ящики стоят, и бросается туда. Это в щелочку, в дырочку там. Ну, нет, в щель. Косильша? Не косильша. Там такие ящики стоят. Этот... Ну, марки вот так в этой жизни ни разу и не облизывали. У меня есть какая-то марка, вы можете просто ее полизать. А так коронавирус и распространяется. Сколько тут микробов было на этом конверте? Не знаю, сколько тут было микробов в конверте. Ну, вот так заполняются простые письма и отправляются почтой. Ну, всем привет, с вами были мы. А ты за самогоном идешь или нет? Игорь. Какие такие самогоны? Что такое НВХ? И кто ж спонсор такой невиданной щедрости? Дядюшка Игорь. Ну... И заправка. Да, мы все болеем, поэтому мы будем... Заправка с Неваренской вообще? Будем... А где вы купили его, действительно? Заправка с Неваренской, возле Игорьчевского, возле Севернского. Да, и что там продают коньяк? Ну, он тебя не продадут. А как ты туда попал? Отпылак. Ну, у меня что-то знакомые в этой серии работают. Так, ну давай. Это тоже шоколадный, да, или какой? Это смесь бульдога и носорога. Ну, за здоровье, да, потому что все болят. А это какой-то вишневый или шоколадный. Ой, пахнет конфетами, да? Шоколадными. Шоколадной фабрики. Да, ну. Пойдет.